Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог НашиДеть.ру И сегодня я хотела бы затронуть такую интересную тему, она называется «Фактически брачные отношения». 22 января этого года справедливоросы вынесли в семейный законопроект такое предложение, чтобы приравнять людей, которые совместно проживают более пяти лет но при этом не зарегистрировали свои отношения как официальный брак, чтобы их можно было приравнять к официальному браку. Мне вот вообще интересно, для чего это, да? То есть люди по какой-то причине проживают пять лет, кто-то больше, проживают совместно, возможно, даже растят общих детей, но они не регистрируют свои отношения как официальный брак. Наверное, у них есть на то свои какие-то причины, раз они так поступают. Наверняка многие считают, что данный вид сожительства, которые некоторые неправильно именуют как гражданский брак, потому что гражданский брак это все-таки официальный, это юридически заключенный брак между двумя гражданами, это официальный брак. И в общем-то называют гражданским абсолютно неправильно, то, что называют гражданским браком, подразумевает обычное сожительство. Что я хочу сказать? Наверняка со стороны мужчин такая позиция понятна. Все-таки официальный брак, он дает больше каких-то гарантий женщинам, да? Хотя сейчас в наше время появилось такое понятие, как брачный контракт, и если мужчина прямо уж очень сильно боится потерять какое-то, не знаю, свое имущество там совместно нажитое или еще что-то, он может заключить брачный контракт. Если женщина так сильно хотела прямо выйти замуж, любви, большой год, большой любви, то я думаю, что она согласится подписать брачный контракт. Если же все-таки женщина хотела вступить в брачные отношения только потому, что она хотела, ну, что-то себе, не знаю, присвоить, да, тогда, конечно, она от брачного контракта откажется, устроит истерику, скандал, скажет, да что такое. В общем, можно опять-таки сделать выводы. Но брачный контракт у нас в России как-то особо не распространен, поэтому, когда люди вступают в официальный брак, я еще раз повторюсь, он, наверное, больше страхует женщину, да, это, в принципе, и неплохо, потому что женщина слабый пол, в любом случае, как бы мы не настаивали на равенстве, да, там, на одинаковом праве, но все равно более высоко оплачиваем профессии в любом случае мужские. Хотя, конечно, есть те женщины, которые могут со мной поспорить, но это единицы, а единичные примеры, они, как правило, подчеркивают, да, исключение, они подчеркивают правило. В любом случае мужчины зарабатывают больше, в любом случае женщина вынуждена уходить в декрет, когда она вообще лишена средств зарабатывать, если она, конечно, не какая-то там упертая карьеристка, которая, да, там забила на ребенка, он сам по себе, на молочных смесях и на воспитании у няни, то да. Но все-таки если женщина заинтересована в своем потомстве, заинтересована в своих детях, если она их кормит сама, если она с ними гуляет, занимается и вынуждена проводить с ним большую часть своего времени, то зарабатывать она хорошо наравне с мужчиной не может. И поэтому официальный брак, он страхует женщину, особенно женщину, наверное, с ребенком, от таких ситуаций. Для чего мужчине может быть нужен брак? Ну, для чего-то, наверное, нужно, раз они вступают. Меня больше всего поразила статистика по республике Бурятия. Все-таки мне казалось, что у нас в республике Бурятия как-то еще не издевается вот эта вся семейность, как бы, семейные узы, да, это все должно быть крепким. Нет. По статистике на 100 заключенных браков приходится 70 разводов. Представляете, да? То есть это даже не половина, не половина и даже не две третих. Это больше 70 разводов на 100 браков. Тогда для чего они заключались? Для того, чтобы закончиться так плохо, да? Тем не менее, все равно, несмотря на то, что институт брака стал очень сильно падать, очень сильно вообще, на это, конечно, плохо, на это есть, наверное, свои причины, на это есть причины, почему они не вступают в брак, подпочитая все-таки сейчас уже сожительство. Я могу сказать, например, ну, если говорить обо мне, да, я была два раза в официальном браке, в официальном, да, то есть два раза я выходила замуж, ходила в ЗАГС, сначала в Центральный, потом в Октябрьский, и два раза потом я разводилась. Для чего были нужны эти телодвижения? Ну, наверное, сделать красивые фотографии, заиметь штамп в паспорте и не говорить, что я занимаюсь булудом, вот, или там, блядством. Тем не менее, тем не менее, закончились браки разводом одинаково приятно. И сейчас я живу уже на протяжении, наверное, более шести лет, да, не заключая официальный брак, потому что мне третий официальный брак не нужен. И я, наверное, отличаюсь от некоторых женщин, которые очень сильно хотят выйти замуж, они очень сильно хотят носить кольцо, вот моя правая рука, да? А вот левая, с одним единственным кольцом. Кстати, это кольцо было отлито. Это было бывшее обручальное кольцо от первого брака. Вот оно до сих пор, смотрите, как я его переплавила красиво. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись. Тем не менее, я, допустим, третьего брака официального не хочу, и данный законопроект меня, допустим, не устраивает. У меня есть свои причины, по которым я не хочу считать, чтобы мои отношения считались официальным браком, да? И раз мы так живём, значит, ну, кого-то это устраивает, наверное, да. Зачем насильно людей заставлять и приравнивать их к мужу и жене, да? Мне, может быть, нравится чувствовать себя свободной. Вот. То есть официально я свободна. Вот. Ну, очень интересно, конечно, узнать вашу позицию к этому поводу. Хотя, с другой стороны, есть, я ещё раз повторюсь, есть те женщины, которые очень сильно хотят замуж. Им уже даже, мне кажется, наплевать на это белое платье. Ну, не одели они его. Ну, ему же за тридцатку. Ну, уже они понимают, что там, я не знаю, что уже не оденут. Ну, прожили уже 10 лет с этим мужиком. Ну, никак он не хочет делать ей предложение. Ну, не сделает он ей предложение. Уже родили троих детей. И даже, когда в первый раз она забеременела, он сделает ей предложение, что говорит теперь? Она прекрасно это понимает. И тащить его в ЗАГС, чтобы поставить печать, да, в паспорт. Ещё и заплатить, сколько сейчас стоит? Я не знаю, в то время ещё, когда стоило 500, по-моему, потом 1000 стало. тратить какие-то деньги, да, зачем им это надо? Они и так живут. Единственное, может быть, конечно, она бы хотела похвастаться, чтобы наконец-то она там пошла замуж, стала женой. Но для таких женщин, да, для таких женщин этот законопроект, это просто, наверное, прям выручай палочка, да, потому что в данном случае женщина может действительно говорить, что она жена. прошло 5 лет мы живём вместе, официально я считаю, женой. Просто экономили, на свадьбе просто, не просто, не хотели расписываться, свадьбу не делали, деньги потратили в Таиланд, съездили, официально муж и жена. Вот да, для такой категории населения, конечно, для них это хорошо, для этих женщин это хорошо. Может быть, даже для некоторых мужчин это хорошо. У кого попались такие девушки, которые ни в какую не говорят, да, на все предложения это очень, наверное, сильно уменьшает мужскую самооценку, но, тем не менее, спустя 5 лет можно сказать, что всё, настало мы лишнее. Да, я муж. Вот. Мне, конечно, интересно знать мнение других людей, как вы относитесь к данному законопроекту, считаете ли вы, что 5 лет совместной жизни должны приравнивать обычное сожительство к официальному праву. Всем пока. Спасибо.